Красавица сидит. Тихонечко в отправочке не стремите. Лежность приблизила. Летаю. Одна бабочка, вторая такая интересная, черная, желтая окантовочка по краям. Вообще, такая интересная. Тут их не видела бабочек еще. Раскрой крылышки-то. Черные-черные листья, пылистья, крылья. Лучно они такие там, всякие рисунки красивые, узорчатые. А тут прямо какая-то. Они разные, тоже не бывают. Ну, ну, креется, на солнышке сидит. Ушу, ночью и тару. Все, он закрыл свои крылышки. Летюшка. А бабочка все сидит. Крылышки расправила. Все сидит. Тепло ей тут, как он Леонид. Не иду пока домой, чтоб ее не стыкнуть. Пусть сидит. Отогреется. Всем привет, дорогие мои. Баню подготавливает к топке, к затопке, к стоплению, к потоплению. Воду таскает. Бочку мы сейчас там не наливаем. Сладим бедра и все. Зачем нам? Много воды. Скоро уже конец фильма. Позву тыковку посмотрю. Как она у меня поживает, моя тыковка. Тыковка моя, ты как поживаешь. Ты вот задерживаешь у меня здесь голубчик. Она, наверное, из мелких сортов. Она крупная, не будет. Мне Зоя давала ее городская, вот эта, рассладу-то. Давала две, но одна такая уже полудохлая была, она погибла. Вот это, наверное, уже готово, как я думаю. Мне нужно теплицу в порядок переводить, надо обрабатывать. Перелопачивать ее, не перелопачивать, а этим, как мы делаем. Плоскорезно полки на лопатой мы вообще не пользуемся практически. Не практически я вообще не пользуемся лопатой. Так что ты, наверное, готова у меня уже голуба душа. Или еще постоишь, так ты еще на сентябрь стой, что бы я и сделалась. Ничего я ей не сделалась. Масянька, там тебя никто не ест, никто тут тебя не ест. Верно тепло, ты на солнышке. Надо, наверное, полить ее сегодня. Так, ладно. Сойдем в огурцы. Ой, на, ножницы взять. Комуник забрала. Опа. Сегодня, наверное, я их уже почикаю, посмотрю. Я вчера к ним не заходила. Потому что пора уже их убирать. Хотя тепло, еще теплые дни будут. Вот. Солнышко опять вот вышло. Так. Ой, капли на меня полетели. И дверь выхопнула. Ух ты. Какие лопатухи висят. Лопатухи. Сейчас я вас сниму. Лопатухи вот эти. Вот так-то растут, я смотрю. Вот здесь огурчики. О, вот огурчик. Вот огурчик. Вот масяньки идут еще. Вот огурчик. Нет, не буду. Наверное, еще вас, ребятки. Вот на концах еще огурчики. Вот видите, вот. Вот. Начинают. Ну, теплые дни. Так пусть стоят. Их убрать. Вот огурец. За милую душу. Вот сейчас штучек десять сниму. Даже, может, побольше немножко. Остальные пусть еще растут. Их убирать. Самое милое дело, это убирать огурцы. Единственное, что в веревках путаться. В веревках путаться. А так красота. Корни у них тут все наружу, наверху. Вернула они и пошли. И в грядку их закопал. И поэтому я и не тороплюсь их сразу убирать. Потому что тепло, тепло еще опять обещали. Всю вот следующую неделю обещали, что будет тепло. На двадцати трех, двадцати четырех. Солнце без дождей. Пусть они еще подрастут. Огурчиков десять. Хотя бы раз в два дня. Хотя бы раз в три дня снимать на кито. Может, что-то еще и сделаю. А может, и не сделаю. Свежим не очень едим. Мы уже наелись. Ну, свежепросольными. Вот доедаем сегодня свежепросольные. Можно свежепросольными снова засорить. В общем, короче, убираю. Ребятки, я вас снимаю. О, Алюшка с Игорем приехали. Что-то вы раненько сегодня, здравствуйте. А ты, Игорь, сработает? А, думаю, не спится в ночь глухую вам? Не-не-не, он сработает. Мы встречаемся, как обычно у Леруа. А, ясненько. Привет. Я говорю, поехали, а то по тебе все соскучились. Все соскучились, потеряли, что-то где есть-то. Весь заработал, все дарит твою мать. Дарит твою, сбрит твою. Работенок. А что, работы нет? Ну, до лета так всегда ведь. А ты-то был в отпуске? Да. Ты-то был в отпуске? В феврале. В солнечном феврале был? Да. Ясно. Я Зоюшку ему денежку отдам. Сдачу, думаю, не спит, может, ночами. Скажет, не принесла сдачу. А у нее сериал опять сегодня. А, да. Сеанс. Не встречает зятя любимого. Сериал. Сериал у нее. Не встречает, где зятя любимого? Здравствуйте. Кого? Зячка любимого не встречаешь с доченькой? Ой. О, и не видит. Видишь, как сериалы свои тут уперлась, сидит. Сериал у тебя? Сериал на сдачу. Ага. А то говорю, ночейно не спит сдачу не принесла. Ой, я даже уже и забыла. Я и забыла. Тепленько у тебя хоршо. Она, наверное, с утречка тоже. Я б вот такое накинула, да? Ага. Ясненько. Ну, ладненько. Ой, заготовок то, заготовок то, заготовок то. Смотрите-ка, ребята, что делается. Раскулачивать пора. Раскулачивать пора. Что не вывозите-то? Когда повезете? Сейчас повезем. А у меня две банки, не забудьте забрать. стоит еще трехлитровых двойных две банки у меня в бане стоит она отдавала когда у вас сарай это были все завалены она мне отдавала говорит пусть у тебя постоят холоде там я буду хорошо так что не забудьте забрать у меня-то заберите самое главное то вдруг когда поедете меня вдруг не будет в это время будет закрыто не в том что место поставят мне не жалко пусть стоит но дело в том что вдруг мы куда-то слиняем вам нужно будет забрать и поедете так что у меня приходите заберите говорю баночки-то баночки ну ладно продукты продуктов навезли правильно конечно хорошо высота чего ясненько понятненько она денег больше получится денег заработать больше на деньги будем складывать когда вам пробивать прогуливать когда будем или ты бросил завязал молчит молчит как рыба в лед молчит глупый вопрос сейчас напинаю под одно место глупый вопрос догоню а очень сегодня праздник на ужин не картошка греча на ужин и курица кабачочки жареные здесь порадуются палочки мне самой картошка что-то уже поднадоела каркуши раскаркались туши летают никак они не покидают тут наши участки эти две два здоровых что они тут живут да ребят привет всем всем привет дорогие мои у нас уже вечер 17 часов мы убрали я убрала вчера свеклу убрала не айсюху какая скажу я вам так себе серединка на половинку сегодня вот закапываем здесь вот палыч раскопал тут траншею и все вот сюда тву закапываем как зеленое удобрение вот там еще обрезала сейчас щукину листья серёжа вон те вон садить тебя а там мазары то что-то нет я тоже не помню но смотри как сейчас посмотрим сейчас я ты обрезала еще сегодня огурцы там еще там ничего нету в той грядке реанимация еще было куда посмотрим еще чего будет все будет что не будет кому-то кому ничего кому одно место через плечо так так что закапываем все закапываем удел конечно счет дел полно вот свеклушка росла у нас здесь на этой грядке произрастала все ручка вот здесь еще я немножко сидела петрушки в этом году прошлый год не съели куда не стало много а вот здесь был укроп да я же говорила что вот я здесь сидела и он сразу вырос маленький пошел сразу же в зонт и весь он зарос черт не знает чем и палыча два дня чистил вот эту грядку с этим укропом заросшим вплоть до того что здесь даже березы проклюнулись понимаете ведь за все лето я трижды полола вот эти все грядки я пропалывала ведь нигде такой беды не было вот тут у нас заросло черт знает чем короче вместе с укропом он ее два мешка мы травы вот туда загрузили опять на перепрелку скажем так на переделывание да потом перепреет и будет там трава вот это уже готовая вот эти вот уже мешки которые открыты и вот которые вот эти вот да эти вот уже готовая земля а вот эти значит вот два свежих это палыч грядки нарыл и те вот я не знаю засеет ну засеет наверное вот эти мешки вот в общем все вместе с укропом он я единственное озончики поснимала которые на семена вот такие были будущее ведро осталось а так два больших мешка он нарыл два дня он тут убивался вот в этой грядке я было у него уже там все сделано я все энтузив напорхалась тоже как-то ворона закапывала ос и ос и ос и залывали арбуз там да ну так у меня немножко ведро было пищевые отходы брошены так вот я здесь зарыла видите как я тут нарыла так постольку поскольку накопала таких ям запихала он потом разровняет грядочку палыч у меня этим занимается сложила сюда и огурцы листья от огурцов которые сегодня я нарезала оставила там уже не знаю еще ребята вот подрастают подрастают так поснимала я вот небольшое такое блюдо снимала вот что-то снимаю и что-то с ним сделаю или с помидорами или с перцами да что ты оса привязалась палыча сегодня думали оса укусила а мошка укусила его в нижнюю губу и распухла вся губа не надо палыча губки накачивать и тебе сегодня мушка накачала губки палычу а это в грядке у меня губа пухла кто сейчас поцеловал губу-то посмотрю такая у него вафля надутая я угроза наверно что неужели ты не почувствовал не но мошки с утра летали так может может хорошо не в глаз она за губу дала сразу ему супростинчик антигистаминная чтобы не было никаких смех и грех в общем кустов то будет еще от огурцов то там же они стоят я поснимала пока думаю все в одну грядку и закопаем вот и будем знать что эта грядка сейчас помечу что она уже у нас удобрена скажем так потом немножко накидаем спертосфатику там посмотрим может быть доломиточки таких уже удобрения зеленым удобрением уже будет достаточно достаточно да вот эту грядочку я убрала все она же была у меня закрыта черной пленкой камнями тут была завалена вот а тут линолиум думать валяется вот освободила все посажу сюда тюльпаны посажу и посажу ноготки может ну цветами короче засажу хотела ее дополнить землей не буду ничего осадить кроме цветов не буду для цветов будет достаточно вот так что тюльпаны вычистила да вот эти два дня тут я чё тут два дня наверное ничего не снимала так толком тюльпанчики почистила там очень много мелких этих деток начистилась до таких hun meчатки отдам городской пусть там рассадить своей квартире в мешанной квартире но такие не очень мелкие всякие же детки мелкие такие уже которые на следующий год и зацвет тут уже есть и есть такие детки которые только листики дадут потом уже их выкопаешь и дальше уже следующий года куда не уже цветы потому что мне хватит тюльпанов у меня здесь не все выкопа полком здесь зайдут на будущий год тюльпанный здесь толком я не выкопала, тоже поленилась. И потом, когда уже отпали стебли, уже Палыч, когда траву здесь выкапывал, говорит, много тюльпанов. Я говорю, ну пусть они взойдут, ничего не будет. Их выкапывают только, чтобы для разведения на деток. Выкапывают. Вот видите, вот эта мокрица, она всю плешную, все, говорит, переела. Всю. Вот опять, вот только где вот она, везде-везде. Посмотрите, какой у нее корень. Смотрите, какое корнище. Вот его надо вытаскивать, и это столько земли с ней вытаскивается. И это все на выброс. Ни в коем случае ее никуда нельзя. Это я. Вот здесь у меня тоже мокрица накопана. Ни в коем случае она только пойдет себя на мусорку. А земли с ней тащится просто великое множество. Не люблю я вот эту осеннюю уборочную страду. Прямо как одним местом мне по одному месту, которого у меня нет. Ну все, все пилят везде, траву косят, шум, этот стон, звон, стук стоит. Вот. Весной что? Весной посадил? Все. Как говорится, землю взбодрил, посадил и жди. Что взойдет, что не взойдет. Там потом потихоньку поли да поливай да. А вот эта уборка, вот эти грядки, я прямо они столько. Потом эти опять же посадки зимые. Чеснок надо посадить, лук надо посадить, тюльпаны надо посадить. Ну вот, еще капуста не убрана. Тут еще морковка вот не убрана полгрядки. Вот это вот ягоды, вот это я ненавижу. Созревают ягоды, пошли первая ирга, потом смородина, потом черноплодка. Это вот надо собирать. Вот мне вот, в жизнь бы я бы одна была, я бы ничего не стала собирать. Ничего бы не стало. Что Палыч у меня что-то он соберет, да девчонки раньше собирали. Есть-то, конечно, любим все. Ой, мне таки даром не надо. Я могу и без ягод обойтись, и без вареньев, и без жемов, и без ничего. Так что, на сегодня все, да, Палыч, и так сегодня уделался, как Бог черепаху уделал тебя сегодня огород. Поэтому на сегодня я тоже устала. Целый день вот топчемся, вышли мы в 9, не было еще 9, наверное, без 20, наверное, 9, и вот времени 5 часов мы все не башкаемся, скажем так, капошкаемся. Вот. Глупые цветочки зацвели, тепло, одичали. Вы что, одик ли я хотела вас обрезать? Вы что, дикенькие, посмотрите-ка. Что вы? Ромсы попутали. Матрешки. Они стояли зелененькие, я думала, ладно, не буду обрезать, пока зелененькие стоят. Однако они зацвели, я там лилии обрезала, васильки обрезала. Вот тут у меня цветочки такие, знаете, смешные. Так, для смеху посажены, я не люблю заниматься цветами, это не мое. Все меня не знаю, как угораздило с дачей связаться, я вообще не огородник, по идее. Если честно сказать, ребята. Капустеечка растет. Ну, ей еще расти, ну, вот такая уже хорошенькая. Такие уже вилочки. Плотненькие. Я сегодня один уже срубила вилочек. Думаю, потушу завтра. Я посмотрела, тут встал с верхушечки, как бы портиться начал. Думаю, не упустить. Села его срубила, где-то вот там, на той грядочке. Вот. Думаю, я его, мы его съедим. Чего он сгниет? Почему-то, не знаю, вода скопилась, или хрен знает. Короче, а что, ребята, подумала? На будущий год вот эти шесть грядок, наверное, я сдам кому-нибудь в аренду. Не буду ничего здесь садить вот эти вот. два, три, четыре, пять, шесть грядок, да, вот эти вот. Не буду, потому что у нас уже не хватает сил. Мы ели. Если мы будем живы и здоровы, конечно, наперед ничего загадывать, конечно, не надо, но ничего садить не буду. Я решила, что вот садить, ну, только вот здесь, вот эту сторону. Вот здесь нам хватит. Куда нам с ним вдвоем? Я так считаю, грядочку морковки, грядочку свеклы, свеклы, да, правильно, грядку капусты, грядку кабачков, и здесь грядку пополам. Лук с чесноком посажу в это зимых, нам тоже за глаза и за уши. Кстати, надо чеснок тоже чистить на втором этаже, уже он высох. Ну, не чистить, а обрезать, почекать, да, сложить. Вот очень много, очень много работы осенью, вот это и все, каждый день чего-то надо. Там то чистить, то копать, то выкапывать, то закапывать. Вот такие вот дела. В общем, думаю, хватит нам этих грядок. Здесь пускай будут на треугольниках цветы, как у меня и были раньше, и там две грядки картошки. Все, больше нам ничего не надо. Куда нам? Все, и так уже одной ногой стоим в грядке. В грядке в Маймаксе, стоим одной ногой в могиле уже. Что убиваться-то, уродоваться-то? А желающие кто-нибудь пусть садят, чтобы земля не простаивала, чтобы она не, скажем так, не зарастала, не портилась. Без всяких яких, это я сказала, так сдам в аренду, без оплаты, без ничего, это я шуткой так говорю, что нет, вот соседям кому-нибудь предложу, пускай садят, кому надо вон. Ходят, ухаживают, без всяких яких, бесплатно, лишь бы только, чтобы земля не зарастала. Не слышит она ничего? Она, он кричит, Зоя, молчок, Павловна кричит, ведрами, да вот ведрами-то ты сейчас гремишь. Я не так гремела. Да? Он и говорит, Зоя ведрами гремит. Я говорю, нет, я говорю, нет, не Зоя, в том углу, говорю, это учителя гремят. Нет, нет, это я. Это ты гремишь, Я говорю, нет, в том углу, говорю, это значит учителя, они же тут, учителя-то, да? Что-то вон там на крыше на бане делают. Да? Вот, я говорю, нет, не Зоя, я говорю, что вы, Зоя, тут греметь, говорю, это учителя там гремят. Плажаны выкидывали из теплицы. Привет. Все, поехали, на неделю? Да, но следующий, не знаю, там как, по погоде, или в пятницу, или что-то. Ну, ясно, с вами все.